Доброго времени суток! Штамов становится все больше и больше, а понимания остается все меньше и меньше. Как я уже охрип просто объяснять различия между штаммами, между разными штаммами вешенки, поэтому давайте остановимся. Снова мне задали вопрос, опять же таки, а в чем различие? Я понимаю, то что у меня откладывалось на протяжении годами, то что у меня откладывалось, вот это понимание, это одно. А для другого человека осмыслить и успеть все понять, вот это различие штаммов, не так-то просто. Поэтому, вот мы на примере, вот я буду рассматривать, что у меня сейчас на данный момент есть, и я буду объяснять. Значит, в общем и целом начнем отсюда. Вот у меня здесь сейчас стоят штаммы К-17. Значит, К-17 штамм самый распространенный, я не знаю, чья это классификация, вот К-17, откуда она пошла. Буква К вообще может означать, что это китайский. А К-Ч, вот китайский черный, но если К, ну может быть это китайский, ну не важно. На К-17 самый распространенный сейчас штамм в Украине, все его выращивают, все его хотят покупать. Значит, его характеристика и положительная сторона в том, что именно вот этот штамм, его лучше всего хотят брать реализаторы. То есть на рынках, потому что он дольше всех хранится. Резин. Да, но если он дольше всех хранится, значит у него, соответственно, есть какие-то свойства соответствующие для этого хранения. Значит, получается что? Что он имеет какую-то резиновую или твердую консистенцию. Значит, поэтому и хранится долго. Выглядит он внешне, обычно он продается в таком недорощенном виде, и он похож на такие барашки. Вот ножки, и на конце ножек вот что-то как опята. Такие маленькие шапочки черненькие, и вот в таком недорощенном виде. Ну, по сути дела, мы покупаем ножки. Это то же самое, чтобы мы покупали кочерыжки от капусты. Нам же не надо кочерыжки, нам надо листья. А вот тут получается, мы покупаем вот этот сросток вот этих ножек, вместо того, чтобы покупать шапки. А надо, чтобы шапки были, потому что весь вкус в шапках. А в ножках ничего там хорошего нет. Но, в связи с тем, что он хранится лучше всех, любой, значит, тот, кто будет их реализовывать, он хочет, чтобы это был К-17. Значит, для тех, кто ориентируется на сбыт, на рынок и там все остальное, К-17 это оптимальный вариант. Я долго сопротивлялся вообще, не хотел этот штамм брать, потому что он мне не нравится. Из-за того, что он резиновый, соответственно, я не думаю, может быть, о вкусовых качествах там, ну, не будем ничего говорить. Там, в принципе, там что-то в ровную он идет со всеми остальными, но, скорее всего, что он жесткий. Это первое. И относительно уже по его выращиванию есть у него такая особенность, что иногда, если он плохо выращенный, много раз пересеянный, он может глючить, то есть отмирать просто примордиями. Большими примордиями он просто приморди отмирает. Вот растет, растет, думаем, что будем собирать грибы, выросли вот такие, а потом взяли, умерли, стали желтые, изгнили. Зачистили и ждем опять, смотря погода. И второе, что при избыточной влажности он может надувать такие вот большие шары, которые не образуют грибов. Вот это относительно К-17. После К-17 идет П-80. Вот эти, которые у меня. С этими штаммами я работаю уже на протяжении трех лет. Это, можно сказать, это уже не просто П-80, это П-80, именно то, что выращено мной. Культивированный, адаптированный, там, с разными положительными свойствами. Штамм, который не требует никаких, значит, температурных шоков. Растет сам по себе, очень хорошо стартует. Значит, в зависимости от размера блока, дает на маленьких блоках 3,5, дает на 14 день приморди. И на больших блоках 8 килограмм приблизительно 21-24 день. Сам по себе, он приходит в время, сам дает приморди, сам хорошо растет, хорошо дает вторую волну, третью волну. И вообще никаких заморочек нет. Характеристика по внешнему виду большой, огромная, серого цвета. Грибы сами очень большие. То есть, если хорошо их еще уметь заращивать, ноги будут маленькие. Вот этот, он хорошо подходит именно для жарки, вот, грибов. Значит, по вкусовым качествам тоже прекрасный, по размерам, по весу он тоже довольно-таки приличный. Но, соответственно, сильно отличается от К-17. То есть, по внешнему виду это две большие разницы. Поэтому, привыкшие там, ну, или там, те, кто принимает грибы или скупает грибы, привыкшие к К-17, увидев вот эти огромные шапки в ящиках П-80, они, конечно, будут в шоке. Пугают. Да, они будут пугаться и могут там, например, что-то там с кем-то опасками брать этот гриб. Хранится он хорошо, транспортируется тоже хорошо. Массивные хорошие грибы в зависимости от хорошего освещения и воздуха. То есть, прекрасный промышленный штамп. И хорошо урожайный. Дальше после него тут идет шиитаки. Шиитаки не будем, рейши не будем рассматривать, будем рассматривать японский опенок. Не будем рассматривать, будем в плане вешенок вот рассматривать штамп П-77. Та же самая история, кто видел П-77 штамп, тот был удивлен. Это огромные, громадные вот такие сростки, которые могут быть вот такого размера. Тяжелые, большие грибы. Имеют сине, при хорошем освещении, сине-серую такую, но мраморную расцветку. То есть, не равномерного цвета, а вот такие, как мраморная расцветка, огромнейшие грибы, красивейшие. Но имеет одну особенность, именно к его выращиванию, он требовательен к условиям. И культивировать его нужно в контролируемых условиях, где мы хорошо можем регулировать содержание СО2, содержание в воздухе, содержание СО2, содержание влажности, температуру, и когда это все управляемо. Потому что, в большинстве случаев заканчивается тем, что при неуправляемых условиях, вот таких, при избытке СО2 или при избытке влажности, он надувает шары и не образует примордия вообще. Исправляется это тем образом, когда мы просто не находим способ. Вот у меня он сошел, ну я его снял вообще с производства, потому что он у меня надувал вот эти шары, я не мог его никак запустить в грибы, потом люди, которые брали этот мицелий, это обычно начинающие грибоводы, они тоже по тем же причинам звонят, беспокоятся, говорят, шары надуваются, грибов нету, в чем дело и так дальше. Все дело в том, что это несоответствие условий. Там года три назад, у меня даже правильного ответа не было, я что-то искал в себе, какие-то ошибки. Нет, все нормально со штаммом. Как это проверить? Если его вынести на улицу, поместить в обыкновенные условия, когда хорошее освещение, постоянное движение воздуха, вот эти шары начинают превращаться в приморди. Вот тогда посмотреть, насколько красивейший, прекрасный гриб. Но его нужно выращивать в регулируемых условиях. Поэтому для начинающего грибовода этот штамм вообще не подходит никак. Не с этого штамма нужно начать. Дальше идет лимонная вешенка. Лимонная вешенка желтая. На запах пахнет цитрусом. Естественно, все экзотические грибы имеют выход намного меньше остальных грибов. Обычно лимонная вешенка, и позже будет вместе, скажу, лимонная и розовые вешенки. Значит, по выходу они намного меньше обыкновенной вешенки. Естественно, что грибочки маленькие, компактненькие, красивенькие. Но на выходе намного меньше. Соответственно, цена при том же самом затрате, при тех же самых блоках, затрат у нас пойдет намного... Ну, как, результат у нас будет намного меньше. Если тех мы, допустим, соберем 3 килограмма, то этих мы соберем половину меньше. То есть полтора. С того же блока, с которого мы собираем, например, 1,6 кг, 1,7 кг, здесь мы соберем грамм 800. То есть, соответственно, для того, чтобы восполнить наши затраты экономические на вот это все деяние, нам нужно его продавать в 2 раза дороже. Потребитель вообще, ну, наш никак не готов платить там 60 или 70 гривен за вешенку, которая красная и так дальше. Очень узкий это диапазон таких потребителей. Поэтому широкого распространения эти грибы так и они не находят. Но в чем ниша вот вообще вот этих грибов, почему их выращивать? Потому что по своим ароматическим качествам они не идут в сравнение вообще ни с какими вешенками. Они пахнут как приправа, просто-напросто. И такой у них в косовой недостаток. Их нужно собирать в таком недорощенном виде. Еще один фактор, почему мало урожайности будет. Потому что в дорощенном виде ноги становятся просто деревянистой структуры. Просто твердые, как древесина. Вот у них есть такой недостаток. Сами шапки будут нормальными, вкусными и просто бомба какой грибной вкус. Но сами ноги становятся просто как деревянные. Жевать как вот древесину, как березу. Сок березовый с мякотью. И получается, что вот эти розовые и лимоны у них такие недостатки. Но главное их направление, если их засушить, по запаху они пахнут ничем не уступают. Они может быть сильнее аромат, чем подосиновиков. То есть их добавление в супы, в приправы, они не идут ни в сравнении ни с какими другими грибами. То есть как для промышленно культивируемых грибов, как добавка в супы, приправы и все остальное. Здесь они не идут ни с чем в сравнении. Значит розовая вишенка имеет выраженно красный цвет. Такой фламинго цвет просто. И потребитель, видя такие вишенки, он, естественно, наш зашубанный потребитель... Субтитры создавал DimaTorzok